Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. В этом выпуске я хочу показать тебе небольшой отчет институциональной криптовалютной биржи LMAX Digital. Генеральный директор этой биржи дал нам интересный инсайт. Он рассказал удивительные вещи про кошельки крупных игроков и институционалов. Дэвид поведал также о ключевых изменениях линии поведения инвесторов, которая сдвигается в сторону криптовалют все больше. Также мы поговорим про криптопринятие. Очень много интересных событий происходит, хотя цена биткоина на это не сильно реагирует. Мы еще поговорим про цену биткоина более подробно сегодня вечером в нашем обычном выпуске вечернего криптошоу. Сейчас хочу же лишь по-быстрому пройтись по графикам и оценить изменения со вчерашнего вечера. Мы видим, что недельная свеча биткоина танцует выше уровня 0.5 по Фибоначчи. Прямо-таки на нем сидим. Очень важно удержать его в качестве поддержки. Если хочешь знать почему, посмотри мое вчерашнее видео. Ссылку на него я оставлю в описании. Но есть изменения со вчерашнего вечера. МакДи начинает зеленеть на недельном графике. Это сигнал на то, что текущее восходящее движение на биткоине может оказаться более сильным, чем мы ожидаем. Об этом еще рано говорить, но позитив намечается. И это отлично. Кроме этого, об этом говорят нам и движения крупных денег. Только за последние несколько дней 222 миллиона долларов в стейблкоинах были переведены на бирже. Просто так на бирже стейблкоины не шлют. Их обычно пересылают на бирже только для того, чтобы обменять на криптовалютные активы в случае просадки. Когда мы видим большие притоки стейблкоинов на бирже, типично это означает, что крупные игроки находятся в ожидании покупки на локальном падении. Также хочу показать и индикатор Билла Уильямса, о котором мы говорили. Мы говорили о том, что он служит поддержкой на растущих рынках и сопротивлением на падающих. С самого начала этого падения, с 10 мая 2021 года, цена биткоина находилась ниже этого индикатора. Сейчас же мы впервые за это время выскочили выше него. Если цена биткоина удержится выше этого индикатора, это тоже будет хорошим знаком. На 4-х часовом графике мы видим, что этот локальный нисходящий клин пробился вверх, как мы и ожидали. Цена биткоина не просто пробилась вверх из этого нисходящего клина, но и проверила этот трендлайн на предмет сопротивления. И как мы видим, следующей свечой уже закрылась выше него, превратив его снова в поддержку. Это тоже очень-очень хороший сигнал. На самом деле, эта ситуация была предсказуема, ведь такую же ситуацию мы видели вот здесь. Такой же нисходящий клин, из которого цена биткоина вырвалась вверх. Здесь очень важно удерживать эту нижнюю границу этого восходящего канала в качестве поддержки. Если в какой-то момент она превратится в сопротивление, тогда цена биткоина может перейти в нисходящее движение. На дневном графике практически никаких изменений мы не наблюдаем. Цена биткоина все так же идет по этому трендлайну. Напомню, если эта линия брейкаута останется поддержкой, то отыграет тот самый паттерн расширяющегося дна с целью роста на высоту этого паттерна. Об этом более подробно мы говорили во вчерашнем видео, вот этот паттерн в теории. Ссылку на это видео оставлю в описании, если не видел, посмотри. А теперь, ребята, перейдем к тому самому инсайду. Итак, институциональная криптобиржа в лице ее генерального директора Дэвида Мерсера поделилась отчетом, что прямо сейчас готовится целая волна институциональных денег в ожидании того, чтобы выплеснуться прямо на крипторынок. «Мы видим не просто волну этих денег, но и волну новых участников рынка», – сказал Дэвид Мерсер, гендиректор глобальной институциональной биржи LMAX. Он также уточнил, что уже 34 крупнейших банков по всему миру работают с ними. Также исследование Мерсера показывает, что за последний год происходит глобальный сдвиг в сознании инвесторов. Он показывает, что большинство их клиентов увеличивает свои аллокации в криптовалюте. От совсем незначительных вложений в процентном соотношении своего портфеля они переходят до значительных сумм, вкладываемых в криптовалюты. Выходит, клиенты LMAX начинают увеличивать процент своего портфеля именно в криптоактивах. Кроме этого, Дэвид уточняет, что в третьем квартале 2021 года они видят драматический рост новых клиентов. И, наконец, директор глобальной институциональной биржи поделился еще одним инсайдом из их исследования. Исходя из него, капитализация крипторынка должна достичь 7 триллионов долларов. В LMAX ожидают рост капитализации на 5 триллионов долларов от текущих отметок. Это практически в три раза больше, чем то, что у нас сегодня есть. То есть, потенциально, исходя из расследования LMAX, биткоин может вырасти в три раза. Эфириум же может показать себя даже лучше. Вот, чего ожидает крупнейшая институциональная криптовалютная биржа LMAX Digital. Исходя из этой динамики, что они наблюдают, они говорят в своем исследовании, что в криптовалюту потекут триллионы долларов. Теперь я хочу поговорить про криптопринятие. Вчера мы более подробно говорили о нем, изучая отчет Chain Analysis. Во-первых, как мы помним, глобальное криптопринятие выросло на 881% по сравнению с прошлым годом. Интересно то, что основным двигателем этого роста становятся развивающиеся страны. Такие как Нигерия, Кения, Венесуэла, Индия, Пакистан, Украина, Вьетнам, Россия, Афганистан, Аргентина, Сальвадор, Турция и так далее. Именно это, по моему мнению, может стать большим триггером для взрывного роста криптовалют на длинной дистанции в 5-10 лет. Причина заключается в том, что люди в этих странах сильно обеспокоены растущими темпами обесценивания национальных валют. Когда люди в этих странах получают выплаты, они вкладывают их в криптовалюты. На примере с Венесуэлой. Здесь объемы торговли биткоином зашкаливают, ведь что происходит с их валютой? А вот что с ней происходит. 1 января 2020 года 1 доллар стоил 73 708 венесуэльских фантиков. Сейчас же, 20 августа 2021, за 1 доллар дают около 4 миллионов венесуэльских фантиков. Это супер гиперинфляция, которая убивает выплаты людей, которые они получают буквально в тот же день. Ты не успеешь дойти до магазина, и у тебя уже не хватит денег, чтобы оплатить товар. Именно поэтому, получая деньги в таких странах, люди сразу же идут в крипту, пока они не обесценились еще больше. Кроме этого, с помощью криптовалюты этим людям проще пересылать деньги через границу, ведь многие выезжают на работу в другие страны и шлют деньги своей семье и за границы. Я думаю, что этот тренд продолжится, и скорее всего, все эти страны последуют примеру Сальвадора, который принял биткоин официально. За последние несколько дней мы видели множество крупных кошельков, которые пересылали стейблкоины на биржи на протяжении нескольких последних дней. Это хороший сигнал, что люди готовятся покупать просадки. Также технически сейчас пока что все выглядит хорошо, в плане, что мы удерживаем эту линию 0.5 по Фибоначчи, хотя, конечно, прямо так на тоненьком держимся. Очень важно следить за тем, как закроется эта недельная свеча, все будет зависеть именно от этого закрытия. Кроме этого, индикатор Билла Уильямса сейчас превращается в поддержку. Я думаю, что цена биткоина должна протестировать его сверху вниз на предмет этой самой поддержки. И если этот тест будет успешным, тогда можно говорить, что все будет отлично на кратко- и среднесроке. На длинной же дистанции у меня даже нет никаких сомнений, что биткоин преуспеет. На этом все, ребята, это было небольшое видео предупреждение. Увидимся вечером в нашем обычном выпуске. Надеюсь, что я успею с тобой видеться. Меня зовут Богатейший Ди, подписывайся на канал, если ты тут впервые. Нас уже 199 тысяч, совсем чуть-чуть осталось до круглой цифры. Большое спасибо за такую поддержку того, что я делаю. Также подписывайся на телеграм, ссылка на него в описании. Делись видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok